Всем привет! Меня зовут Артур Шерифов, и вы смотрите мое новое видео на канале Кверти. А как я сюда попал? Вот, буквально, откуда я пришел? Слева? Может быть, справа? Может, я вообще сидел на корточках и просто пристал? Вы затрудняетесь ответить, ведь то, что вы видите, это лишь результат. Это конечная точка. А конечная точка чего? Можно вообразить себе много разных вариантов развития событий, при которых я оказался бы там, где я оказался. Теория хаоса пытается дать ответы на подобного рода вопросы, но она немного уходит в сторону. Хитрит. Куда проще и, как оказалось, куда полезней дать ответ на вопрос, а что могло бы помешать мне здесь оказаться? Все что угодно. Любое, даже самое незначительное изменение в прошлом, неминуемо привело бы к тому, что я бы здесь не оказался. Это явление называется эффект бабочки. Это одно из ключевых свойств хаотичных систем. Теория хаоса на самом деле занимается изучением не истинного хаоса, неполного беспорядка. Хаотичная система в данном контексте тоже упорядочена. Причинно-следственная связь пересутствует. Только вот управлять такой системой становится практически невозможно. Давайте рассмотрим вот такой пример. Расстояние от деревни Горшки до Парижа, который в Челябинской области, 100 километров. Я выезжаю из Горшков в Париж и еду со скоростью 50 километров в час. Через сколько часов я доеду до Парижа? Решаем задачку. Если я за один час проезжаю 50 километров, то за два часа я как раз проеду 100 километров. То есть для того, чтобы добраться от Горшков до Парижа, мне нужно два часа. Действительно ли все так просто? Да, на самом деле. Все потому, что мы знаем, что если я буду двигаться чуть-чуть быстрее, то и приеду я чуть-чуть раньше. А если я буду двигаться немножко медленнее, то чутка позже приеду в точку назначения. Это яркий пример устойчивой системы. Система, описанная по математическим законам, может считаться устойчивой, если при малых изменениях начальных условий мы наблюдаем малые изменения результата. Двигался чуть-чуть быстрее, приехал чуть-чуть раньше. Чем сложнее система, тем она, как правило, неустойчивей. Но когда речь идет о сложных системах, уже по самому названию можно понять, что не все здесь так просто. В английском языке есть слово complex и слово complicated. И они оба переводятся на русский язык как сложный. Но при этом их значения немного разнятся. И по иронии, именно эти маленькие различия имеют очень большое значение. Complex это сложный, в смысле навороченный, продвинутый. Возможно, состоящий из нескольких других объектов, которые тоже можно считать навороченными. Например, iPhone. Достаточно сложная, навороченная штука, которая внутри состоит из большого количества компьютеров. Сложная, но тем не менее устойчивая. Мы ведь очень легко управляемся с айфонами. При этом при малых изменениях параметров мы наблюдаем малые изменения результата. Такие сложные, на самом деле ведь сложные системы являются устойчивыми к начальным условиям. А вот те сложные системы, которые по-английски называются complicated, как раз и являются неустойчивыми. Они и есть объекты изучения теории хаоса. В таких системах при малых изменениях начальных условий происходят просто колоссальные изменения результата. Самый лучший синоним, который я смог подобрать в русском языке, это слово «запутанный». Создателем теории хаоса является Эдвард Лоренс. Нет, это не тот Лоренс, который открыл силу Лоренса и преобразование Лоренса. Наш Лоренс в первую очередь был метеорологом. Просто, видимо, у метеорологов очень скучная работа. И Лоренс, видать от скуки, начал просто по несколько раз перепроверять результаты. Он получал лист с распечаткой всей информации по исследованию, а затем брал начальные условия и снова забивал их в компьютер. Парадокс в том, что каждый раз после такого вот повторного прогона компьютер выдавал результаты, которые значительно отличались от основного исследования. Причем, чем долгосрочнее был прогноз, тем сильнее были различия. Лоренс, конечно, не хотел делать вывод о неправильности метеорологии как области знаний и, естественно, начал искать причину таких глобальных несостыковок. И этим самым он навсегда изменил математику. Дело в том, что данные в компьютер вбивались точностью до шести знаков после запятой. А на распечатке данные округлялись до трех знаков после запятой. То есть, когда Лоренс вбивал данные повторно с листочка, он вбивал не изначальные данные, а данные, которые были уже округлены. И хотя это очень маленькие различия, то есть максимальная ошибка ведь составляет одну тысячную, это очень незначительно. И этого было достаточно для того, чтобы вместо яркой и солнечной погоды начался ураган с градом. Лоренс стал все глубже опускаться в математику и таким образом открыл новую науку, которая называется теория хаоса. Кстати, термин «эффект бабочки» тоже был введен Лоренсом. График, показывающий изменения множества состояний нелинейной динамической системы с течением времени, в трехмерном случае, подозрительно напоминает крылья бабочки. Но, как он сам признается, такое название ему предложили организаторы его конференции. Лоренс, для большей ироничности, привел вот какой пример. Взмах крыльев бабочки в Бразилии может породить целую цепочку событий, которые повлекут за собой смерч в Техасе. Эффект бабочки является центральным понятием теории хаоса. При этом очень важно не путать хаос и случайность. Многие явления в биологии, химии, медицине и даже экономике, которые раньше было сложно описать математическими законами, которые тогда условно считались случайными, сейчас оказались хаотичными. И работать с ними можно по законам теории хаоса. К примеру, стало намного проще предсказывать приступы эпилепсии у больных. Движения спутников по орбите оказались хаотичными. Транспортный поток по многополосной трассе также подвержен эффекту бабочки. Особенно сильное влияние теория хаоса оказала на демографические и экологические исследования. Ну и, конечно, у синоптиков теперь есть отговорка. Почему это они обещали нам теплую и ясную погоду, а на улице холодно и идет дождь? Бабочка где-нибудь в Бразилии махнула крыльями. Мы ничего не могли поделать. Конечно же, исследования Лоренса были революционными и оказали огромное влияние на массовую культуру. В трилогии фильмов «Назад в будущее» можно заметить, как, изменяя что-то в прошлом, Марти Макфлай наблюдает колоссальные изменения в настоящем. Это и есть эффект бабочки. Лично у меня словосочетание «эффект бабочки» в первую очередь ассоциируется с Эштоном Катчером. Хотя бы потому, что мое первое знакомство с этим явлением произошло именно благодаря одноименному фильму, где в главной роли был Эштон. Наш мир, что уж там скрывать, сложная конструкция. Сразу во всех смыслах. Очень навороченная и очень запутанная штука. В своем прошлом видео я рассказал о таком абстрактном компьютере, который, вполне возможно, мог бы предсказывать будущее на сотни или даже тысячи лет вперед. Так вот, эффект бабочки, который, несомненно, присутствует в нашем запутанном и хаотичном мире, делает такое предсказание практически невозможным. Никаких округлений, никаких приближений, никаких допущений. Это запрещено. Одна маленькая, незначительная упущенная деталь будет стоить нам больших последствий в наших, естественно, неудачных попытках предсказать будущее. Причем, чем дальше, тем сильнее будут неточности. Чем дальше, тем безнадежнее выглядит вся эта задумка. Если вам понравилось это видео, обязательно поставьте ему большой палец вверх. Кстати говоря, я пришел оттуда. А теория хаоса все еще берет вверх над нами, так и не давая нам понять, как же это вышло и что будет дальше. На этом все. Если это видео соберет большое количество пальцев вверх, то мы с вами увидимся уже на следующем видеоролике. Всем пока!